70-летие Великой Победы 70-летие Великой Победы ведется давно и по всем направлениям, обозначенным в указе президента Российской Федерации 25 апреля 2013 года. В Архангельской области создан организационный комитет под председательством губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова. Ну и при министерствах созданы рабочие группы, а при Министерстве культуры создана рабочая группа по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий. Ну и в преддверии юбилейной даты, конечно, ведется большая подготовительная работа. Разработан план основных региональных мероприятий, и этот план вошел в сводный российский план. И на сегодняшний день этот сводный план российский уже размещен на сайте Министерства культуры Российской Федерации, где с ним можно ознакомиться. То есть мы все можем его посмотреть? Можно его посмотреть, как празднуют 70-летие Победы во всех регионах, во всех субъектах Российской Федерации. А удается ли подключить к работе районы и каким образом? Ну, надо сказать, что праздник общенародный, и все районы и города всех регионов Российской Федерации к нему серьезно готовятся. Ну и, конечно, в каждом муниципальном образовании, районе, городе, и в том числе в нашей области, есть понимание, какое огромное значение имеет именно этот юбилей Победы и для ветеранов, и в сегодняшней политической ситуации, особенно учитывая, что наш областной центр, город Архангельск, носит почетное звание «Город воинской славы», и это, конечно, предмет гордости для всех наших земляков. Поэтому, конечно, в каждом районе, в каждом городе Архангельской области разработан свой план празднования 70-летия Победы, который включает в себя и мероприятия местного уровня, и участие в планируемых российских и областных событиях. И в настоящее время от Российского организационного комитета Победы во все регионы нашей России поступили рекомендации по проведению событий, посвященных 70-летию Победы. И поэтому эти планы в связи с получением новых рекомендаций немножко дополняются, где-то корректируются, но, тем не менее, работа активно ведется, и это очень такой живой процесс во всех муниципальных образованиях. А вот 6 февраля стартует региональный этап конкурса Ассамблеи музыки Победы, конкурс хоров. Почему именно хоры будут исполнять военные песни? Расскажите немного подробнее об этой акции. Да, конечно. Музыка Победы — это историко-патриотическая Ассамблея хоровых коллективов. Конечно, она посвящена 70-летию Победы и уже стартовала на муниципальном этапе. И лучшие коллективы примут участие в региональном этапе. 6 февраля он состоится в Марфином доме, а 7-го в концертном зале на площади Ленина-1. Что касается хорового исполнения, эта идея витает в воздухе по всей России, поскольку хоровая культура очень высока и необычайно развита во всех российских регионах. Ну и, конечно же, очень важен тот факт, что в последние годы возрождено всероссийское хоровое общество. Проводятся очень масштабные хоровые проекты. Мы все помним недавний олимпийский проект — это тысячный детский хор на Олимпиаде. И в скором будущем будет реализован еще один такой проект, как раз посвященный 70-летию Победы. Это будет также хор регионов, и финал состоится в Москве в дни празднования Победы. Поэтому эта идея очень органична, тем более, что во всех регионах проходят и хоровые фестивали. Поэтому под знаком юбилея Победы, в год 70-летия Победы и в год вот этой хоровой ассамблеи, конечно, совершенно естественно, что будут звучать военные песни в исполнении хоров. Где и когда можно будет увидеть галоконцерт? И как туда попасть? Да, конечно. Завершатся ассамблеи в День славянской письменности и культуры 24 мая в областном центре в театре драмы имени Ломоносова. Состоится большой галоконцерт, где зрители увидят и лучшие хоровые коллективы области и услышат лучшие образцы, песенные, вокальные. И, конечно же, это будет очень созвучно и тем рекомендациям, которые мы также получили от Организационного комитета Победы. И могу сказать, что эти песни будут звучать по всей России и в том числе и в нашем регионе в исполнении наших хоров. Я добавлю, что основной организатор хоровых ассамблей — это наш областной Дом народного творчества. Вся информация имеется у них на сайте. И также хочу заметить, что мы, как и многие, в этот юбилей не единственные с такими масштабными идеями, поскольку похожие хоровые ассамблеи, также посвященные 70-летию Победы, пройдут, например, в Волжском регионе, где по всем городам, по Волжье также будет шефствовать такой фестиваль хоровые ассамблеи, посвященный 70-летию Победы. Поэтому мы в русле этих событий замечательно, мне кажется, смотримся. Но в рамках празднования 70-летия Великой Победы пройдет еще и киноакция. Расскажите, что это за проект и был ли он когда-либо реализован прежде? Ну, на самом деле, конечно, похожие проекты уже у нас в области реализовывались. И я помню, что к прошлому юбилею готовился кинофестиваль «Звезда Победы». Но на сегодня это немножко по-другому разработанная областная акция, которая у нас возникла по предложению Владимира Яковлевича Лойтера, заслуженного работника культуры Российской Федерации и директора телевизионной студии «Поморфильм». Мы, конечно, с удовольствием эту идею поддержали, разработали областную киноакцию. И в нее вошли как раз во многом те фильмы, которые поучаствовали в предыдущем фестивале «Звезда Победы». Я, наверное, не буду называть все фильмы. Я хочу сказать, что телевизионная студия «Поморфильм» подготовила ретроспективу лучших фильмов об Архангельской области в военные годы, которые были созданы за последние 25 лет. Именно нашими архангельскими тележурналистами и телережиссерами. Это фильмы самого Владимира Яковлевича Лойтера, фильмы Валентина Рассказова, Бориса Литвака, Алены Монанковой, ну и многих других достаточно известных авторов. Подборка совершенно уникальная. И все эти киноработы рассказывают об одном, как страшные военные годы коснулись каждого жителя нашей Архангельской области, каждой семьи, каждого поселения, каждого города. И на сегодняшний день нам кажется, что эта акция имеет просто огромное значение. Мы разработали рекомендации по проведению этой акции, подготовили диски с фильмами, направили все это в муниципальное образование. И информацию в том числе и разместили на страничке Министерства культуры на сайте правительства Архангельской области. А также на собственном сайте Министерства, где, собственно, можно и почитать все об этой киноакции. Эти показы уже начинаются, поскольку диски уже в муниципальных образованиях имеются. И я только добавлю, что итоги этой акции будут подведены непосредственно в дни празднования юбилея Победы 8 мая. И это будет торжественное мероприятие в Центре Патриот, где зрители смогут увидеться и с авторами этих кинофильмов, киноработ, и посмотреть выдержки, ну и, конечно, подвести итоги и наградить лучших. То есть это как раз один из способов объединить регионы в праздновании 70-летия Победы? Конечно, один из многих способов, поскольку это вообще отличительная особенность этого юбилея. Действительно, каждое мероприятие должно иметь объединяющее начало, и мы, конечно, стараемся этому следовать. А какова возрастная аудитория этих показов? Ну, возраст может быть самый разный, от школьников до ветеранов. Но самое главное — это ситуация и то мероприятие, в рамках которого будет проходить кинопоказ. Поскольку для каждой аудитории необходима особая, соответствующая возрасту зрителей подготовка. И если для школьников это во многом информация новая, требующая дополнительного рассказа, пояснения, то для ветеранов это воспоминания как личные, так и воспоминания их близких, родных. Ну и, конечно, при этих кинопоказах обязательно организаторы должны учитывать вот этот факт. А организаторами станут у нас специалисты учреждений культуры и учреждений образования. А как Вы считаете, школьникам, молодому поколению будут интересны эти фильмы и почему? Ну, я думаю, что это продолжение начатой темы. Поскольку от сегодняшних школьников военные события уже настолько далеко, что интерес к ним и информацию о том времени необходимо поддерживать и подавать, вот учитывая такую давность, применять интересные методы и формы работы. Но мы уверены, что сам киноматериал очень интересен, уникален, это бесспорно. Но, я повторюсь, все-таки многое будет зависеть от мастерства и подхода организатора. А в целом, каким образом удается привлечь молодежь, школьников, представителей юного поколения к празднованию 70-летия Великой Победы? Ну, я хочу пояснить, что кроме Министерства культуры, конечно же, организаторами многих областных акций будут являться и Министерство по делам молодежи и спорта Архангельской области, и Министерство образования и науки Архангельской области. Поэтому, конечно, это будет целый комплекс мероприятий патриотической направленности, где будут задействованы школьники, молодежь и юношество, то есть наше подрастающее поколение. Поэтому, я думаю, это будет все очень интересно, очень разнопланово, и для каждого найдется место и в акциях, и в каких-то мероприятиях и событиях. Ольга Александровна, вчера стартовала акция под названием «Фронтовой идет концерт». То есть в Архангельской области будут формироваться, уже сформировались фронтовые бригады, концертные бригады, которые будут выступать в районах. Насколько активно откликнулись на эту акцию «Дома культуры» различной организации? Да, я хотела бы немножко пояснить. Акция «Фронтовой идет концерт» — это дань памяти фронтовым концертным бригадам. И в основе акции реконструкция историко-культурного феномена фронтовой бригады как уникального явления национальной культуры, внесшего очень весомый вклад в нашу общую победу. И известно, что за годы войны около полутора миллионов концертов и спектаклей дали практически 400 тысяч фронтовых концертных бригад. Ну, конечно, это огромные цифры, и это дает нам основание говорить, что вместе с Красной армией концертные бригады прошли весь вот этот вот тяжелый путь. И разделяя вот эту вот горькую военную ношу и рабочую ношу и с дружинниками тыла, и с нашими военными, которые защищали нашу Родину. Современные творческие бригады в рамках акции создаются в муниципальных учреждениях культуры. Они будут выезжать с концертами в районы, в города, в поселения. И, конечно, главная задача — это доехать до каждого поселения, до каждого самого отдаленного уголка нашей Архангельской области, до каждого учреждения, особенно учреждения социального, и рассказать об этой военной истории, об этой славной истории фронтовых концертных бригад. И я думаю, что эта задача также будет успешно решена нашими учреждениями культуры. А какой будет репертуар бригад? С чем они будут гастролировать? Я позволю себе процитировать Леонида Осиповича Утёсова, который в своих воспоминаниях заметил. «На фронте мы поняли всю схолостичность споров о репертуаре концертных бригад, ибо почувствовали, как многообразен душевный мир человека на войне. Бойцы самозабвенно слушали и боевые, и лирические песни, и классическую музыку». Ну вот, собственно, эта цитата о многом говорит. И мы думаем, что состав и репертуар концертных бригад может быть самым разнообразным. Но здесь важно не терять главную тему и смысловую нить вот в этих своих выступлениях. Поэтому я думаю, что опытные специалисты в сфере культуры, на местах, которые хорошо знают возможности своего района, своих учреждений, они очень грамотно подберут и репертуар, и состав, и также с этой задачей достойно справятся. Но жители района будут оповещены о предстоящем концертах? Конечно. Сейчас на базе учреждений в каждом районе формируются планы этих выездов. Мы их получим тоже в ближайшее время. Мы также будем знать, как акция проходит. Ольга Александровна, понятно, что министерство разрабатывает положение, планирует мероприятия. Но ведь СМИ, Дома культуры, различные творческие организации тоже могут и должны проявлять свою инициативу. Куда можно обратиться с проектами, с идеями? Ну, конечно, особенно актуальные инициативы должны быть поддержаны и реализованы. Но многое зависит от того, кем является инициатор, какова его идея. И наиболее интересные и продуманные из них, они обязательно должны быть включены в планы празднования учреждений, либо в планы празднования муниципальных образований. Поэтому обращаться нужно в свои муниципальные учреждения культуры или в администрацию муниципальных образований, в органы управления культурой. И я думаю, что для людей инициативных, конечно же, найдется место в общей программе событий. Ну, апогеем празднования, конечно, станет 9 мая. На чем будет сделан главный акцент? Да, действительно, все самое главное будет происходить непосредственно в майские победные дни. Но, и это может быть самое важное, что я хочу подчеркнуть, эти мероприятия станут ярким завершением системной работы, которая будет проводиться в течение года. Я уже начинала об этом говорить, о том, что отличительная особенность юбилейных событий 2015 года — это объединяющее, связующее начало и сквозное действие, которое будет длиться до самых майских дней. Именно в эти дни завершатся всероссийские областные акции. В некоторых из них на торжественных мероприятиях, концертах будут подведены итоги и будут отмечены лучшие. Ну, а яркими акцентами в программе праздничных мероприятий станут финалы всероссийских акций «Бессмертный полк». Ну, эта акция уже зарекомендовала себя, она действительно вызывает очень серьёзные и позитивные эмоции. Это акция «Вахта памяти», это совершенно новая акция «Народная память», которая также пройдёт у нас на главных улицах города. Ну и, конечно, на очень высоком уровне мы планируем проведение всех тех праздничных и торжественных мероприятий, которые уже давно стали неотъемлемой частью программы. Это и праздничный концерт в Архангельском театре драмы, это и торжественные шествия войск Архангельского гарнизона, это торжественный митинг, это возложение цветов, это народные гуляния и тематические концертные площадки на улицах города и также на площадках наших районов и городов. Поэтому я думаю, что в течение месяца программы празднования будут уже детализированы, будут более понятны, и окончательно мы их увидим в конце марта. Давайте напомним жителям Архангельской области, где можно найти, где можно увидеть эти программы? На сегодняшний день я еще раз повторю, что рекомендации по проведению акций размещены на сайте Министерства культуры. И пока на сайте Министерства культуры Российской Федерации можно увидеть сводный план культурных программ всех наших российских регионов. Ну а общая программа празднования появится в конце марта на сайте Министерства культуры, на сайте правительства Архангельской области. На сайте нашего города Архангельска. Ну и, я думаю, во всех информационных источниках, которые у нас возможно задействовать. Ольга Александровна, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. У нас в гостях была заместитель Министра культуры Архангельской области Ольга Абакшина. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Министра культуры Архангельской области Ольга Абакшина. Продолжение следует...